В Новополском дворце детей и молодежи открыли новую лабораторию робототехники, 3D-моделирования и программирования. Для обучения учащихся закуплено современное оборудование. Здесь будут проходить занятия пяти объединений по интересам, в которых состоят порядка 100 ребят. С 20 по 25 ноября в Витебской области пройдет профилактическая акция «Гостехосмотр», во время которой сотрудники ГАИ совместно со специалистами «Белтехосмотр» проведут рейды по выявлению фактов эксплуатации транспортных средств без разрешения на топус к участию в дорожном движении. Учащаяся детская школа искусств номер один Новополска Софья Поликевич, единственная из Беларуси, поучаствовала в гранд-финале первого международного конкурса исполнительского искусства «Силквейшелковый путь», который состоялся в Москве и был посвящен великому композитору Сергею Прокофьеву. Могилев в непростом поединке одолел новополский химик. Основное время встречи завершилось со счетом 2-2. В овертайме голов не было, а в серии буллитов сильнее были могилевские хоккеисты. Итог 3-2. На данный момент химик занимает шестую строчку турнирной таблицы.